Послание святого апостола Павла к Галатам, 1 глава, 3 по 10 стих. Господь для того явился, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Вот для чего Господь явился, прямо дается ответ. Избавить от этого лукавого века и к нему больше не прислоняться. И далее, Павел говорит, я удивляюсь, что вы, от призвавшего вас к благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию. Сомневаться не приходится, что апостол Павел был настоящий апостол, что он был награжден от Бога великой благодатью, особыми талантами. Люди через него обращались, не просто отдельные люди, создавались большие общины. Он шел из Азии в Европу, заходил в ближние путешествия, где у него были дальние, целые карты составленные. Когда он уезжал, мгновенная перестановка сил, приходили какие-то учителя, и этих людей перевербовывали на свои стороны. Он говорит, я удивляюсь, чего не хватало вам, когда я вам проповедовал? Начиная от Адама все изъяснил, благодать видели, чудеса видели, пришли новые учителя, вы стали другими. Удивляюсь, ведь вас призвал Господь благодатью. Что такое благодать, мы уже не раз рассуждали, приходится еще раз сказать. Благодать незримая есть, и благодать под ее видимые. Я много читал разных святых отцов, и сегодня, когда ссылаюсь где-то, даже не называю их. Ну а тут назову, говорит об этом Феопан Затворник. Он показывает трехступенчатость. Три вида благодати. Призывающая, обращающая и освящающая. Призывающую благодать мы можем видеть. Вот я сейчас говорю, и если присутствует здесь Дух Святой, я говорю точно по Писанию, это благодать. Определенно и точно. Всякий, кто исповедует Святую Троицу, он не должен никуда уже уклониться по смыслу. Благодать призывающая проявляется в проповеди, призыве, в беседе, по телефону, в письме, в написании книг, чем занимался Феопилакт. Этот Феопилакт и Иоанн Глатауст, Феопан Затворник, это все благодать. Благодать обращающая. Она может касаться сразу, а может через какое-то время. То есть через то, что люди обращаются. Обратился, говорит я, к Богу. А твое обращение когда было? То есть момент идет, когда благодать коснулась его. Мы знаем, что Старус слышал в одно время, когда Степана побивали, он говорил, я вижу Христа стоящего, одесную престолу, они затыкали уши, и он стоял, слушал. Благодать призывающая действовать через Степана тому, все знают. Но она его не коснулась. А благодать обращающая наступит в другом месте. Теперь все то припомнится. Видите, как важно. Поэтому согрешают те, которые говорят, видя, как люди обращаются где-то, допустим, у баптистов, 50-ников, а это нет, это не от Бога. Это, может быть, такие слова хульными на Дух Святой. Дух дышит где хочет. Что человек потом не приходит в церковь, это другое дело. А благодать призывающая, благодать обращающая, она действует вне церкви. Особенно сегодня. Эта благодать приводит в церковь. А где? Ну, а где проповедовал Павел, проповедовал в Ариапаге. А какая там церковь-то? А благодать призывающая была там? Ну, а как же обратился? И обращающая благодать была. Вне церкви. Потому что саму ее церковь в совокупности составлял один язык Павла. Потому что через него они обратились. А вот дальше третья часть благодать освящающая. Сегодня многие погрешают против этой благодати. А погрешают против одной благодати, погрешают против всего. Как апостол Яков говорит, кто согрешает в одном, виновен во всем. Благодать освящающая невидимое. И она определяется внешними проявлениями тем, что существует рукоположение. Вот рукоположения нет у баптистов, третья благодать никак не может действовать. Стоит преграда. У них нет законного епископата, законного священца, что при ситера называют церковь. Церковь без епископа не может быть. Ее нет. Вне церкви нет спасения. И тогда начинают судить. А вот священник так согрешил, не согрешил. Даже в видении не раз было показано, священники связанные лежат в церкви. А ангел совершает службу. А он еще не запрещен. А таинство? Таинство совершается. И апостол Павел говорит, удивляясь, что вы отрезавшие вас благодатью Христовую. Это он себя так называет. И, конечно, говорит о Духе Святом, который благодатью Христовой обращает. Так скоро переметывайтесь куда-то. Делайтесь невосприимчивыми. Отрекаетесь от того, что получили. Вот сегодня решает. В московской патриархии нет благодати. На каком основании? Ты как ее видел? Что на благодать виде тумана какого-то была? Или свет какой-то она должна издавать? Как ты узнал-то? Решения соборного никакого не было. Они в экуменизме участвуют. Повторяю. Сегодня в московской патриархии примерно, потому что я не знаю, какого вчера руку полагали, 170 архиереев. Из них не больше десяти, которые ездят на векаменизме. Да и дальше-то ездят еще под вопросом, что они там ездят. Они говорят, мы ездим в свидетельство, это православие. Меня обманывают. Там свидетельство не дают. С 62-го года, 61-го, ни один человек у них там не обратился. Но он-то отвечает за себя. Господь никогда не ставил зависимость паства от того, что пастырь где-то не так будет участвовать. Это новое, дикое, богофульное учение. Хувана Бога. Что он там участвует. 170 архиереев, а 10 иногда раз в год ездят туда. Съездил, что он там делал, как он молился. Никто не видел. Видели один раз фильм, показали, какого-то идола поднимали. Да и он там рядом стоял. Что он? Поднимал его? Нет, не поднимал. Он может молился, чтобы его сокрушил Господь. Видите, сколько вопросов, которые никто не может ответить, потому что это невидимое, незримое. Священник совершает Евхаристию, поднимает руки. Если ты говоришь, ничего нет, ты недалеко от богофульства Льва Толстого, который над всем кощувствовал. Он не верил, что благодать. Люди, которые думают, что от манипуляции человеческими знаниями, руками, телом кто-то обращается, они богофульники. Все это делает благодать, которая призвала. И ты скажи, я обращен по благодати, я услышал Слово Божие, там, то ходил на занятия, то был в церкви где-то, мать говорила или бабушка. Это благодать. Посмотрим, что о благодати известно. В первом послании Петра, 5 глава, 10 стих, он говорит, Боже всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою, да совершит, да утвердит, да соделает непоколебимыми. Бог призвал нас и пометил, благодать призывает в вечное царство. И эта благодать дальше укрепляет через друзей, через ближний, через молитву, через таинство церковное, через добрые дела. Галатам 1, 15. Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благовествовать. Значит, смотрите, Павел знает, что был он в иудействии, которое не приняло Христа. Он был гонителем. Ну когда, не от утробы же матери гонителем. Ну, говорит, а избрал меня от утробы матери? Избрал, а я другим путем пошел. Я еще бил, громил, душил, давил, жег. Да ты же от этих дурцов избранный. Так-то так. Да я голос Божий перестал слышать. Я оглох в грехе моем. И та благодать от утробы матери, как бы затмена была в темноте, черная полоса, и наконец отеял его свет. И вот теперь эта благодать сработала. Теперь он уже делает то, что Бог повелевает. И он говорит, что я делал не знаю. Господи, а что ты повелишь мне делать? Вот что такое благодать. Когда благодать касается сердца, сегодня бы коснулось хулителей. А то зарубежная ни церковь, никого нигде не было. То даже не то, что богохульство, а что-то ниже уже этого опускается. Ты можешь сказать, я не знаю, я не вижу, но слепой не видит. А это уже язык говорит слова, на которые он никогда не сможет ответить. Я могу четко сказать, здесь нет проповеди. Вот я заходил сколько раз, и то не всегда, иногда бывает проповедь. Я знаю, никто не обращается. Но я скажу, я знаю, что никто не обращается. А может, тот и обратился. То есть достаточно одному человеку за 10 лет обратиться по кровь, в соборе, от проповеди, уже благодать работает. Сказать, что ее нету, ну в общем-то да. Ну не проповедует, что там про это спрашивает-то. Но все время идут таинства. Все время священники служат. И отрицать эту благодать на каком основании? Вы всегда спрашиваете, с какого момента? Кто объявил? Кто видел? Сказать можно, а подтвердить нельзя. Во втором послании Тимофея 1.9 Апостол Павел говорит, и призвавший нас званием святым по своему изволению и благодати. То есть ему так угодно было. А потом выбор падает, человек избирает, рукополагает, но все это от Бога. Вот слово благодать в Библии встречается. В Ветхом Завете 10 раз, в Новом 122. Большая разница все-таки. И не канонический 17. Я некоторые места открыл, чтобы сказать, вот говорят, там благодати нет. Я спрашиваю, а на Ное была благодать? Ну какая благодать? Он же в церкви не был. Писание иначе говорит, 6-8 бытия. Ной же обрел благодать перед Господом. В чем она выражалась? Спасение его. А где Ной находится? В Царстве Небесном. Господь его вывел. Откуда известно? Из пророков. Когда говорят, что это пророк, Иоанн, Самуил, Ной, Восстали, Даниил, то они только сами себя спасут. Дышишь, они сами себя спасают. Псалмопевец Давид не раз упоминает о благодати. 44-й псалом, 3-й стих. Благодать излилась из уст твоих. А кто бы это заметил? Когда Христос говорил, на Него говорили, Он богохульствует. А Дух Святой говорит, благодать излилась из уст твоих. Вот какое разное отношение к тому, что человек говорит. Псалом 83-12. Господь дает благодать и славу кому? Ходящим в непорочности. И Он их не лишает блага. Ходящий в непорочности привлекает на себя милость Божия и получает благодать на дальнейшее правильное житие. Притча Соломона 3-34. Смиренным дает благодать. Ну, хочешь быть благодатным? Смиряйся. Выслушай. На каждое слово не старайся оказаться правым в ответ что-то сказать. Я еще поразмышляю. Я еще помолюсь. Притча 8-35. Кто нашел меня, то есть премудрость, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А где премудрость? В Боге, в Духе Святом. Экклесиас 10-12. Слово из уст мудрого благодать, а уста глупого губят его же. Просил Бога мудрости, благодать подскажет и увидишь ты ее, потому что благодать к благодати привлекается. Не по злобе привлекается, а от доброты уст. Лука 4-22. Благодать исходила из уст его. Ищи хуст. Из уст Христа. Сегодня часто ссылается на собор. А в собор на постановление, собор на это где-то молились, с серетиками, то другое. Бог будет судить не по соборам. Это надо очень хорошо усвоить. Я вас не сужу. Слово, которое я говорю, оно вас будет судить. Благодать излилась из уст Христа. Уста соборов, это сказать, каноны соборов, это еще не уста Христа. Да еще ссылается на толкование, на изъяснение канонов, а это далеко не одно и то же. Потому что применять правила о благодати в церкви, это никому никогда не дано было. И церковь на это не решалась. А человек в частном порядке. Сам решает. Иоанн 1-14. Слово обитало с нами, полное благодать и истины. То есть Христос. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Иоанн 1-16. И Деяние 4-33. Апостолы с великой силой свидетельствовали о Христе. Благодать призывающая. И великая благодать была на всех их. Какая? Благодать обращающая. Спорили не о календаре, по-старому или по-новому. Как пальцы прижимать. Ничего этого не было. Они видели только одно. Проповедь и обращение. Обращение и закрепление. Чтобы... Ну и так говорит. Царство небесное, подобно женщине, которая взяла закваску, положила три меры муки. Благодать коснулась, чтобы ушей. Перешла в сердце, поверила, обратился. Сначала слышать это призывающе. И дальше исполни на руки третья мера муки. Деяние 11.23. И он, то есть о Варнаве говорится, пришел. И свидетельствовал, и великое число обратилось к Господу. И он убеждал братью пребывать, возрадовавшись с ними, и держаться благодати Божией. Если мы кого-то будем встречать и узнаем, люди проповедуют, живут во Христе, теперь нужно просить, умолять Господа, чтобы держались в благодати. Благодать обратила, крепко за нее держись. И не определяй, где есть благодать. Благодать убеждал их. 13.43. И 14.26. Они, бывшие призваны Господом, отправились по благодати Божией для исполнения, с чего посылали их апостолы. Идеяние 15 глава 11 стих. 14.45. Но мы веруем, что благодатью Божией спасемся, как и они. То есть они это верили. Иудеи с трудом могли поверить, что язычникам Бог открыл дверь. Не давалось никак понять, как это так. По сегодняшнему, вот я смотрю, как могут старобряться спасать, а как московская патриархия. Да не нами Бог спасает. Да приходилось сосуд с неба, да всякие заколотые животные. А что это означает? Иди, Бог давно уже посчитает это, не посчитает нечистым. Тебе лишь считать. Петр твердо уверен. А это речь-то о животных, о людях. Неужели к нам это не касается? Я не к тому, что давайте идти в патриархию. Я к тому, чтобы не было кулы. Меня туда никакими арканами сегодня не затащишь на том, что они делают. Но мы не знаем, что будет. Мы верим, что благодать поведет нас лучшим путем. Впереди еще целых пять лет. За это время много еще, может, не так, как они думают. Бог меня избрал, Петр говорит. Это 7 стих, 15-7. А для чего? Чтобы я, уязычники, услышали из уст моих Слово Евангелия и уверовали, и не положил никакого различия между нами и ими, и очистив сердца их благодатью. Что же ныне вы искушаете их, желая возложить игорь на учеников его? Если Господь обратил, ты должен только согласиться. Из священников, допустим, сегодня 21 тысяча священников. К примеру, скажем, ну не больше 10 священников ездили на экуменические соборы. Ты подумай, еще остается сколько. Еще 20 990. И как ты можешь говорить, а они не имеют благодати? На каком основании, я спрашиваю, никто не говорит. С такой смелостью, это только, ну говорить полностью, не думая отвечать за свои слова. Идеяние 18, 27. Аполлос, немного подправили его, рассказали о Христе, много садился уверовавшим благодатью. А в чем она выражалась? Ибо он сильно опровергал иудеев. То есть евреи не уверовали, а он против них восставал. Вот это его была благодать. Когда ты действуешь на этом фронте. Иаков 4, 6. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это мы все знаем. Желаем иметь благодать, будем смиренно относиться ко всему, что написано в Священном Писании. Никогда никаких решений не выносить. А то говорят, не судите. А тут сотни, миллионов, одним разом осудят. Вот и не церковь. Сотни лет или 20-30 лет, и никто не спасся. Нет, а из-за чего? А да там кто-то участвовал, где-то что-то там подписал. Ты понятия не имеешь о том, как Бог спасает. Он 99 оставляет. И заодно идет на уступ горы, чтобы спасти. К тебе Духа Христова нет. Поэтому никогда не склоняйтесь на сторону осуждения. Не соседки только. Но в мировом масштабе церкви. Я знаю, сербская церковь участвует в том... Ну что, что участвует? Отвечает 2-3 человека за это. Есть те, которые вышли из дукуменического движения. Вот и сербская церковь вышла сейчас. Не это, сказать, болгарская. И грузинская. Значит, можно выйти. Как? Молиться надо. А в то время, как они там были, чтобы благодати не было. Так тогда как она сегодня пребывает? А сегодня, если они вышли оттуда, пребывает, выходит, перескочила через эти десятки лет. И когда слышишь это, сердце содрогается. Если мы знаем, что такое благодать призывающая, мы будем радоваться тому, что Господь касается людей в другом месте. Но чтобы у них была полнота благодати и благодать освящающая. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok